Доброе утро всем участникам нашего вебинара. Доброе утро, Монако, еще утро, где-то может быть уже день. Спасибо большое за интерес к направлению Монако Монте-Карло и в частности к компании Монте-Карло СВМ. Меня зовут Андрей, я курирую продажи на рынке России, СНГ, гостиничного фонда, собственно, компании Монте-Карло СВМ. Расскажу вкратце, собственно, о истории группы и бренда, собственно, Монте-Карло, сочетей ВБНР, как вы видите, на ваших экранах расшифровано три буквы СВМ. Компания существует с 1863 года, с 1850-х годов, берет свои стоки с основания, собственно, не горного бизнеса на территории княжества, а конкретно самого казино Монте-Карло, который является частью нашей компании. Вокруг казино Монте-Карло развивалась, собственно, инфраструктура, строили коцели, рестораны, пляжный отдых, вот, и, собственно, новая богатая история Монако связана непосредственно с нашей компанией. Компания – это главный актив и самого княжества, и князя, и мы такой стратегически большой адрес, главный работодатель для местных птицов, собственно. На сегодняшний день компания Монте-Карло СВМ – это четыре отеля. Отель Ди Пари, отель Эрмитад, Монте-Карло Би, Монте-Карло Бэй. Это четыре казино у компании СВМ «Монополийный горный бизнес Монако», в том числе казино Монте-Карло, главная бизнесная карточка Монако, и дает связь у компании. Компания владеет около 30 барами и ресторанами на территории княжества. Есть гольф-поле, теннисные корты, пас-центры, и все это взаимосвязано и сосредоточено на территории княжества, и компания предлагает себя как резорт на территории маленького государства. Это об истории. Мы с вами познакомимся сегодня с некоторыми новинками нашей компании. Больше я расскажу, может быть, об отелях. Это та часть, которой я непосредственно занимаюсь. Если будут вопросы, задавайтесь, пожалуйста. Мы с вами, кто может быть, менее знаком с направлением. То есть Монако маленькая территория, маленькое княжество, 2 квадратных километра. У нас ближайший аэропорт Миста, 35 минут на такси, на авто. Территория красивая, солнечная, субъездемное побережье. Ну и, собственно, на территории княжества находится много интересных объектов. И культурного наследия, есть и опера, есть и балетная труппа, есть. Сейчас проходит, кстати, в Монако церковой фестиваль международный. То есть Монако предлагает клиентам насыщенную программу мероприятий круглый год. Что касается, непосредственно, самой компании СБМ. На этой карте мы видим 4 отеля. Вот они выделены у нас стрелочками и логотипами. Если мы рассматриваем территорию казино и площадь казино, самый главный центральный пикачок Монако. Здесь находится площадь казино, казино Монтикарло. На этой центральной, верхней территории Монако. Находится и располагает самый царистский и самый главный отель княжества, отель Де Пари. У него самое привилегированное месторасположение. С видом на море, с видом на площадь казино. На площади казино и перед ней находится парковая территория. За территорией площади казино, казино и отеля Де Пари располагается отель Эрмитад. Этот отель у нас в той же, можно сказать, статусной категории, что и отель Де Пари. Отель 5-го. Отель является частью отелей, статусной категории, статусной категории. Из обеих этих гостиниц, отеля Эрмитад и отеля Де Пари, по подземному коридору клиенты могут перемещаться в отдельное здание, вещащее на столе. Это один из самых больших спа-центров в Европе. Он называется «Морские церновые морки Карла». Это трехэтажное здание с красивым видом на порт, на море. И клиенты отеля Де Пари Эрмитад смогут по поддельному коридору, палатах, переходить в этот спа-центр. У спа-центра есть отдельный центральный порт для клиентов, которые захотят туда прийти для жителей Монако и клиентов. Это городская территория, и вот этот квартал, где находится у нас церковь Монте-Карло, называется «Монте-Карло», один из таких кварталов Монако. На побережье у нас располагаются еще два отеля. Отель «Монте-Карло-Бэй» и «Монте-Карло-Бит». Эти отели позиционируют себя как пляжные отели. Они находятся непосредственно у моря. Отель «Монте-Карло-Бэй» был основан у нас и последовательно сравнительно недавно. Это просто произошло на показ. Это большой отель-резорт. При гостинице у нас есть несколько бассейнов для наших клиентов этого отеля. В отеле находятся у нас 334 номера ищута. При гостинице есть свой спа-центр, несколько ресторанов. И, собственно, на этой же территории у нас находится концертный зал. Наша компания – это одна из главных центральных площадок Монако, где проводят известные мероприятия, такие как «Балкрасного феста», «Балрос». Концертная программа «Самый спортивный шестерок» в летний период. Там же находится «Женец» ночной клуб и один из наших ресторанов, который мы открыли в прошлом году. Он называется «Койе-Монте-Карло». Также мы более детально посмотрим о стиристику отелей и номеров. Я сейчас расскажу больше о Монтар-палаты и гостинице. И напротив отеля Монте-Карло Бэй находится отель Монте-Карло Бич, отель Е.И. Он у нас открыт только с марта по октябрь месяц. Собственно, обычно это с середины марта по середине октября. Отель располагается у нас непосредственно у моря, все номера с видом на море. Отель у нас не тепловый, это как всего 40 номеров, но при отеле большая территория, приватная своим частным пляжам, это самый большой частный пляж Монарх, который приватный пляж только для клиентов этого отеля и клиентов нашей компании. Клиенты с улицы могут приходить на этот пляж и заплатить определенные цены. Здесь сразу же видно на территории отеля Монтекай-Владвич находятся теннисные корты, 23 теннисных корта, где в апреле месяце у нас проходит каждый год ролик теннис-мастер, международный турнир по теннису, и эти теннисные корты доступны для клиентов наших отеля. Я вижу в апреле сразу, что касается косметики. В нашем спа-центре мы используем косметику разных марок, для привив, используем Ива Титан Гибровидская косметика. Она не одна, лишь местная. В спа-центре отеля Монте-Карло-Бей мы тоже используем косметику марки Ля Криви. Под этим брендом мы открывали небольшой спа-центр при пляжной территории отеля Монте-Карло-Бей. И в отеле Монте-Карло-Бей у нас есть свой спа-центр марки СПА Санк Момо. 5 миров. Эта же косметика используется и в отеле, и в номерах тоже. Что касается отелей, значит, в отеле Де Пари косметика Герлену номера, в отеле Эрмита косметика Францис Кургзян. Спасибо. Вопрос про роли смастерс. У нас есть спецприложение с проживанием в наших отелях во время этого события в Монако. На сегодняшний день я не думаю, что оно доступно, потому что номера уходят достаточно быстро. Много специальных клиентов, которые приезжают в год в год. В самом деле, все билеты доступны на официальном сайте, на официальных сайтах организаторов. Что касается проживания, то здесь необходимо смотреть, в каких отелях у нас есть предложение на проживание. В течение, собственно, всей недели ролик смастерс. Понятное дело, что на национальную часть, в пятницу суббота в воскресенье, загрузка отелей максимальная. Значит, мы перейдем с вами дальше по презентации. Мы с вами сейчас в очереди казино. Перед нами с левой стороны казино Монте Карло. Реставрированное здание и снаружи, и внутри. Очень красивое. Собственно, клиенты, которые приезжают в Монако, в первый раз, конечно же, обязательно находим посетить. В то время и соль, и музейное самого казино, потому что оно очень богато и красиво расформено внутри. Казино является непосредственно, собственно, такой часть составляющей, одно из главных составляющих Монако, в то время атмосферы. Ну, не могу сказать, что казино – это на сегодняшний день главный пункт, наверное, посетения в Монако клиентами. Клиенты приезжают в Монако и в последнее время, наверное, гастрономии. Это отдельная территория. Это отдельные государства со своими правилами. Это посещенная территория. Это авторная зона. Собственно, событийные, спортивные события, выставки, мероприятия международные, яхт, шоу, младенец. Собственно, то, что привлекает клиентов Монако в казино, является для некоторых клиентов, может быть, постоянным и главным местом посещения, но не все обязательно входят в казино, приезжая в Монако. Значит, перед нами, перед плоской казино находится отель «Гипари». Как я говорил, это самый старийский отель. Он был основан в 1934 году. Отель переживал большие реконструкции с тех времен и был перестроен несколько раз. И, собственно, у нас в последние четыре года взялась большая реконструкция масштабная отеля «Гипари». Отель был полностью у нас обновлен, реновирован, и, собственно, кроме фасадной части, которую мы видим перед знаком, внутри у нас практически не было лучше, чем было раньше. В течение этих четырех лет было, скажем так, разрушено до фундамента практически в три четверти отеля, кроме фасадной части, которая полностью посещена после казино, которое мы сохранили. Вот, вся остальная часть отеля была полностью перестроена. Идея была создать новый отель, который будет соответствовать многие годы на будущее требованиям наших клиентов, современным требованиям клиентов. Вот, поэтому предложение отеля новое, новые почки номеров, новый стиль, на ресторанное предложение. Вот, ну, я сейчас расскажу более детально об этом. Мы с вами смотрим на фасад отеля «Гипари» немножко под другим углом. И здесь вы, по-моему, на фасад Монако, уже знаком с Монте-Карло и фасад Казино. Вы видите здесь вот здания. Новые здания нашей компании. Они были построены и заканчивая строительство, они будут запущены в плотанке в ближайших недель. Семь зданий видом на площадь «Казино». Четыре из них находятся и смотрят на площадь «Казино». На парковой территории три здания находятся в заднем участке и смотрят на отеле «Эрмитад». Эти здания были построены и будут с ученой эксплуатации. Скоро, значит, там находятся апартаменты, долгосрочную аренду, которую мы будем сдавать. Наша компания будет сдавать. Здесь отдельные апартаменты будут заниматься. На первых этажах у нас будет находиться буковая зона. Один из, наверное, тоже пунктов отечения Монако – это шопинг. В нашей только компании, в наших отелях, на нашей территории «Казино» и так далее находятся порядка ста буков. И многие виды будут находиться в этих зданиях. Известные марки, которые будут располагаться в новом отеле «Эрмитад» и в этих зданиях. Мы смотрим отель «Эрмитад» немножко под другим углом. Это ротонда, полукруглая часть здания, которая была полностью у нас разобрана под фундамент. Мы ее снова построили. Идея была воссоздать снаружи примерно ту же архитектуру, которая была бы в реконструкции. С этой ротонды у нас открывается самый интересный вид на море. И, можно сказать, лучший один из двух знаков находится в этой части отверга. Лобби гостиницы был у нас ренолирован. Это та часть зданий, где не была проведена масштабная реконструкция, но лобби был у нас перестивизован. У меня нет последней фотографии лобби, потому что лобби у нас функционирует, но буквально был запущен пару недель назад в новом формате. У нас была новая мебель, новый мрамор, новое ковровое покрытие. И немножко цветовая гамма у нас была адаптирована под новых стилистов отеля «Де Пари». Стиль отеля «Де Пари» ничего общего с тем, что отель «Де Пари» представлял у нас раньше. Были более такие синие оттенки, более тяжелые. Значит, было ковровое покрытие. В площади номеров нового отеля «Де Пари» это только несколько номеров 36 квадратных метров. В отеле «Де Пари» у нас порядка 200 номеров, при этом больше цветов между номеров, то есть цветовой отель. В новом отеле «Де Пари» у нас везде паркет на полу. Есть разная стилистика. Вы видите вот элементы декора, которые на этой фотографии представлены. Функция «Умный дом» телефонового аппарата мы управляем во всех номерах и температурой. и жалюзи, которые открываем. Вот мы видим. Один из номеров видом на порт, видом на город. Эти номера в этой категории продаются как номера видом на город, но здесь не видно море на порт в Монте-Карло. Номера пастельные. У нас есть, собственно, все номера в плане цветовой гаммы абсолютно одинаковые. Номера некоторые есть чуть более классического такого формата, где у нас лифиумная стена более грубая, явная, потолок выше, и здесь уже более классического такого цвета. Как я сказал, косметика в отеле «Де Пари» у нас «Герлин». В новом отеле «Де Пари». Видите элементы декора, искание классики современного стиля. Один из цветов, он у нас «Умный», здесь много проникает цвет, он красивый. Паркет есть кастанового цвета и более рыжего цвета. Красивые террасы. В новом отеле «Де Пари» в порядке 90% номеров и цветов с террасами с балконами. Когда мы заново выстраивали здания, создавали новые площади и цветов с террасами. И это было возможно создавать балконы и террасы. Мы с вами находимся в «Даймонд фьюте». Это отдельная категория номеров отеля. Самые лучшие наши фьюты и в отеле «Де Пари», и во всех остальных отелях мы выбираем категорию «Даймонд». К этим цветам привязаны дополнительные аминьистики, привилегии. Это бесплатный трансфер в аэропорт, «Тиклин фьюте», «Видвелкам», «Дефилейшн» Отель занимается непосредственно клиентами этих цветов. Также мы клиентам этих отелей выделяем автомобили «Мазерати». Мы с партнерами компанией «Мазерати». Автомобили с ним на таких распоряжений. Автомобиль с шофером в распоряжении клиентов таких цветов «Мазерати». Таким образом, клиент отеля «Де Пари», например, может пересчаться на пляжную территорию, допустим, «Монте-Карло» на этих автомобилях. Значит, в отеле «Де Пари» цветов категории «Даймонд» всего 6. Значит, три из них умолчают в такой стандартной категории, они одинаковые. Мы находимся в одном из таких цветов. Этот цвет 180 квадратных метров, он двухспаленный. Мы находимся в одной из спален. Здесь красивая такая для изоляции «Мазерати» с инкрустацией в ванную комнату. Так выглядит ванная таких дверцов в таком стеке, для спальни, для ванных и центральная гостиная. Таких даймонд-цвета три, плюс есть три нестандартных даймонд-цвета, самых дорогих. Это цвет «Гарни» с большой террасой с видом на площади «Дино». Цвет «Принцесс Грей», который мы открыли уже год назад. Этот цвет один из самых больших, дорогих ядров, это с порядка тысячи квадратных метров. Он сел с дуплексом, двумя спальнями, с бассейном на крыше отеля «Ди Парис». И был стилизован, собственно, под женский птиц, романтичный. И назван был именно матери князя Альдерса Грейс Келли. И сейчас, буквально на днях, откроется еще один цвет. Он будет самым дорогим цветом отеля «Ди Парис». Он будет называться «Князь Ремье III». Он будет находиться на последнем этаже, на крыше отеля «Ди Парис». С видом на площади «Ди Парис». Он будет трех спален. Он будет стоить порядка 45-50 евро в даму. И вот это шесть топовых цветов отеля «Ди Парис». Мы с вами сейчас находимся в одной из гостиных цвета «Принцесс Грейс» и «Ди Парис». Здесь самое выгодное месторасположение апартаментов Монако, потому что это отель «Ди Парис». И у отеля «Ди Парис» уже самое интересное месторасположение. Самый лучший вид на море. Большой фьюд. Был стилизован, разработан отдельно нашей компанией и инаугурирован князем год назад. Здесь есть личные предметы княги, грейс Келли. Здесь фаскеты, здесь фотографии, личные предметы. Книг располагается большими террасами. Порядка четырех метров из тысячи квадратных метров. Это террасы на улице. Мы с вами видим бассейн, который находится у нас в закузе. Здесь есть отдельная территория кухня для персонала, который либо для клиентов, которые не того желают, конечно, для обслуживания и террасы, и специальных внутри. Эта терраса из этого цвета открывается на княжество, на старый город, на порт Монако и на море. Команда ресторанов, собственно, отеля «Де Пари». В отеле находится первый ресторан, на котором стал «Аландюкас». Ресторану уже порядка тридцати лет. Он тоже был открыт у нас на новогодние праздники. После реставрации, когда мы открыли и запустили эксплуатацию фасадную часть отеля. Этот ресторан – трехзвездный «Мишлен». Один из немногих «Мишлен» на ладонном подбережье. Единственный тридцат из них «Мишлен» в Монако. И, собственно, сегодня сидит, по-моему, три ресторана буквально продавались «Мишлезы» и «Мишлен». И старого года «15» и «Аландюкас». Тройки идут из ресторанов на ладонном подбережье. У этого ресторана красивая терраса, которая выходит непосредственно на площадь Савино с выгодным расположением. И выходит терраса на трассу «Формула-1». Ресторан «Гриль». Ресторан на последнем этаже «Ратонны» с красивым видом на подъезде. Самый выгодный вид в Монако из ресторана «Гриль». Ресторан с историей. Ресторан был основан у нас уже порядка 40-50 лет назад. Ресторан с небольшими возможностями размещения, поэтому необходимо бронировать заранее. Очень популярный ресторан «Гриль». Ресторан называется «Гриль». Ресторан «Гриль». Предлагает мясо, рыбу, жарьи. Главная специальность – это «Дайби-хитинг». Красивая терраса, видом на море, на крышу. Ресторан «Гриль». Перемещаемся в новый ресторан, который называется «О-Мэр». Ресторан «Алана Дюкаста», который находится у нас в этой же «Ратонде» в полукруглой части здания, но на первом этаже. В этом ресторане у нас открываются завтраки для клиентов. Этот ресторан работает также на обеды и на ужины. Ресторан был создан среди нового предложения княжести по кухне, по гастрономии, что позиционирует себя как ресторан средиземноморский. А именно предлагает клиентам кухню из разных стран. Это и Греция, и Италия, и Испания, и Иван. То есть идея создать у нас такое очень разнообразное экономическое предложение. И ресторан «Современная площадка», мы видим за этим фотографиям. И новый бренд «Монако» «Алан Дюкаста». Сверху здесь масштабная фотография, чтобы понимать, вот где находится ресторан. Значит, «Ратонда» полукруглая часть от «Алиби Парис», которая смотрит у нас фронтально на море. Вот, и под отелем «Алиби Парис» здесь располагается парковая территория. То есть ресторан «Омэр» находится на первом этаже и имеет выход на эту парковую территорию, где небольшие оформлены такие астракты со столиками, которые, собственно, обслуживают, торговли, естественно, скорее, в течение этих территорий. Эта территория будет обслуживаться и на завтраке, и на обед, и на ужину этими ресторанами «Омэр». Мы перемещаемся в такой статусный парк и известное место в «Монако Американ Бар», «Бар Американ» по-французски. «Бар» со своей богатой историей находится, собственно, в отеле «Де Пари» и имеет столики в лобе отеля «Де Пари». А «Бар» был тоже полностью у нас перескоризован, оформлен в такой холд-скул бар отеля «Де Пари». Под отелем «Де Пари» располагается самый большой в мире частный зимний погреб. Это порядка полтора километра зимних пеллажей, где хранится вино, где оно столеется, мы его покупали, вся наша компания покупает вино и хранит его в этих погребах, и мы потом их предлагаем на всех наших восстанцах в ресторанах. Собственно, американский бар предлагает все длинные вино, метров угольной напитки и этого погреба в этом паре. При реконструкции отеля «Де Пари» была создана такая терраса, которая раньше не была, с видом на казино. Огреба отеля «Де Пари», о которых я говорил, есть уникальная коллекция линьки, коллекция снязя и его вид страница здесь в этих погребах. Что было создано при реконструкции отеля «Де Пари» – это полноценный внутренний двор, которого раньше не было. Это фотография «Синтез». Живых фотографий еще нет, но двор уже функционирует у нас. «Де Пари». Он выглядит так же, как на этой фотографии. У нас открытое пространство, то есть нет крыши здесь. «Де Пари». Номера видом во внутренний двор, как мы видим, с этой стороны и со всех сторон. На первом этаже у нас располагаются бутики, такие как «Граф», «Омега», «Синтез» и «Де Пари». «Де Пари». Скорее всего, оформим эту территорию, как какой-то такой вот «sitting area», может быть небольшой кафе, чтобы создать атмосферу на этих новых площадях отеля «Де Пари». Также будет возможность, главный вход в лобби у нас присутствует примерно с этой стороны. Если мы будем проходить туда на конец этого патио, этого внутреннего двора, мы будем выходить к новым зданиям, которые мы построили, которые называются «One Monte Carlo». Это здание, которое содержится на территории «Де Пари». То есть лобби, не лобби, а внутренний город Эль-Де Пари, он будет соединен двумя выходами наружу. Чуть позже, это произойдет в апреле месяце, мы откроем в отеле «Де Пари» новый свой wellness-центр. Это не спа, там процедуры не будет, но wellness-центр, где будет у нас фитнес, тауна, хамам и борьбы. Отель «Де Пари» из середины только для клиентов отеля «Де Пари». Он у нас находится на последнем этаже гостиницы. Клиенты отеля «Де Пари» будут иметь возможность пользоваться либо этим wellness-центром, либо пользоваться спа-центром марки «Термо Монте Карл». мы переходим от отеля «Де Пари» к отелю «Эрмитаж». Отель «Эрмитаж» был основан в 1900 году и является таким ярким представителем стиля «Ривьеры». отель «Романтичный», воздушный, где-то женский, во многом пересекается у клиентов со стилем на ожидании от отдыха на лазурном подъезде. Отель «Эрмитаж» это 278 номеров цветов. Это ресторан из середины «Мишленд». Кстати, я не сказал, но вот буквально, когда раздавали «Звезды Мишленд», про это, что собирали под «Эрмитаж», ресторан «Грильд» получил тоже из середины «Мишленд» отель «Де Пари». В отеле «Де Пари» у нас будет 15-й «Алан Микад», «Мишленд», 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 «Мишленд». Отель «Эрмитаж» это несколько крыльев, отель невысокий, у отеля есть два лобби, вот он невысокий, но он достаточно вытянуто из здания. Мы находимся в одном из лобби, он называется более центральным, потому что оно ближе к плоске каменов, здесь есть три сочетания стиля, тоже есть классика, серверный стиль, отель «Эрмитаж» у нас, я-то представитель стиля «Пелли Пок», в той эпохе, когда у нас построили лобби, это было основано. Мы перемещаемся с вами сейчас во второй лобби, который называется у нас «Де Лий Сад», он у нас находится под куполом, то есть верхний красивый купол был основан под строем «Де Сталл Мейкером», и под этим куполом на первом этаже у нас приблагается запросе всем и нашим клиентам. Собственно, здесь в этом лобби тоже есть и конфеты, для удобных клиентов, чтобы они напользовались услугами того лобби, который находится ближе к их номеру. Здесь мы видим, собственно, все номеров отеля «Эрмитаж», «Эрмитаж», также классические, пересечения классического современного стиля, светлые тона, пастельные, в плане оформления, в отличие отеля «Де Пари», миленького нового отеля «Де Пари», отель «Эрмитаж» более красочный, можно сказать, и более классический. У нас присутствуют эти элементы световое оформление панно за кроватью, «Ковролин» у нас во многом в отеле «Эрмитаж», а здесь располагается в гостинице порядка 14 наших «Даймонд» цветов, вот эта лучшая категория, о которой я говорил в начале презентации. Здесь порядка 14 номеров и песок с террасами в «Джакузи». Мы находимся в «Джуниорсюте» с видом на море с террасой в «Джакузи». Эти террасы и «Джакузи» были обновлены у нас полностью за последние два года. «Джакузи» «Эрмитаж». «Эрмитаж» «Эрмитаж» — один из самых популярных кем-либо «Россия» России, Personally, на сегодняшний день и остается, наверное, в последние годы. Которые очень любят этот отель. Он мой центральный, как в отеле «Де Пари», возможно, где-то больше располагается не по точно к отдыху, потому что нет такой центральный, где в отеле «Де Пари», когда мы находимся в лобе «Сану Гаркин», где стоит определенный в соответствии с Дреско, мы в центре внимания, а отель «Эрмитаж» в этом плане более спокойный, но в то же время находится также в отеле «Де Пари». Здесь мы видим совершенно другой стиль, более современный, он соответствует порядка 12 нашим лучшим цветам отеля, он оформлен перфивом хорошеном, где-то в дизайне архитектор, был оформлен, он привнес свое в эти цветы, и здесь у нас более современное применение. В основном, в эти даймон-суты, и тоже практически все, куда-то инвестораны. Главный ресторан отеля называется у нас «Вистамар», «Цес Генуалис», ресторан со своей звездой «Михен». В этих наших отелях есть «Михеновские рестораны». Ресторан «Вистамар» все такой светлый, много дерева, и красивый вид, собственно, на море, на пластмонат, и выход на терраску, большая терраска этого ресторана, общая терраска и у ресторана, и у банкетного зала при необходимости. Территория отеля, красивая мозаика, это купол, территория завтрака, по которому я говорил, отель «Армитар». Мы сейчас находимся и смотрим по центрам «Морские термы Монте-Карло». Собственно, это историческое название, как вы видите, терм «Монте-Карло». Собственно, термами связи, как таковой, практически никакой, кроме того, что мы используем морскую воду и для процедур, и, собственно, в бассейне у нас этого спа-центра морская подогреваемая вода. Мы качаем Сибири, на достаточно большом расстоянии от берега, вот, с вами находимся на зоне солярий, большая терраска, с дакузи, с очень красивым видом, на порт Монако, на старый город, вот, и здесь вот с внутренней стороны находится у нас бассейн. С Москвой подглеваем водой, у нас работает круглый год, кроме, там, прослевать, там, буквально, на середине, декабря месяца на прослевать. В основное время эта территория открыта и была полностью реставрирована. Вообще, скажу, что у нас компания инвестирует, вот, большие существа в реновацию, в реконструкцию, вот, и многие исторические наши объекты за последние пять лет были полностью ренозированы, реставрированы. Многие из них какие-то, которые были полностью сломаны, вот, по центре, это порядка тридцати процедурных кабин, это семь тысяч квадратных метров, здесь мы видим красивый фитнес, с аппаратами последней технологии, с красивыми наход, с Монако также, вот, территория большая. Здесь единственный ресторан с красивой террасой, симпатичной, работает только в обеде, на тени, интересное место, в обеде, на тени, в обеде. Дальше мы перемещаемся с вами в отель Монте-Карло-Бэй, современный отель, в отличие от других отелей наших, это современное здание, был построен недавно, нет, стоит все какой-то вот основы. Значит, отель Резорт, название присутствует в, слово Резорт, это название самого отеля, был построен и основан изначально, как и свежий отель, чтобы расследоваться в гамму приложений, там все остальные наши отели, пятизвезды, ну, и также отель ориентирован на майский сегмент, скажем так, в дни летнего сезона. Что сказать, что отель на сегодняшний день в летний период, он такой, пятизвездочный, в виде публики, которая там останавливается, и само позиционирование отеля, он немножко нас меняет, там, подход, наверное, к клиентам, вот, и очень популярный. Есть клиенты, которые останавливаются у меня в георги-пятом в Париже, вот, но в летний период, знаю, как это отель, потому что он им нравится посетить. Отель абсолютно современный, полагает вот с такими большими территориями при отеле, а именно лагуна, это, естественно, такое большое озеро с тресной водой, где у нас есть территория, искусственная пляжная сезона Ками, вот, это совсем здорово, вот, клиенты этого отеля могут купаться в этой лагуне, также имеют доступ к морю, вот, у нас оборудуется в летний период вот эта вот территория у моря, клиенты пляжа нет, но клиенты могут спускаться по лестнице в Москве и в Логуне, вот, оборудуется пираска с видом на море, вот, и, а также при отеле есть бассейн отдельный, бассейн с плицейной мозаикой, значит, здесь у нас под куполом закрытая его территория, можно выплывать наружу. Здесь вода пресная, песок на дне, с дальней стороны бассейна у нас вода тоже пресная, но плицейный. В отеле 330 номера, отель достаточно большой, есть свой спа-центр, местный ресторан, главный ресторан из Литвы. Отель очень популярный, в летний период, ввиду того, что закрытая территория, вот, проходят здесь же на территории и в летний период разного рода мероприятия, индустрия, и тематические вечеринки и так далее. Удобно для отдыха детей. По этой пространства, для, собственно, для, скажем так, Монако и Франции, большой лобби, у нас стилистика номеров совершенно современные, номера минимум 35 квадратных метров в отеле, вот, что мы видим номер, стандартной категории, номеров меньше в отеле нет, во всех номерах есть терраса, как минимум 8 квадратных метров, как мы видим, здесь, фотографии. номера как минимум, вот такие по поиске 3 квадратных метров, здесь терраса 8 квадратных метров, 75% номеров отеля с видом на море. Здесь, что у нас меняется в отеле, в плане стиля, это вот световая гамма, здесь такие вот, гирюзовые оттенки, красные, желтые, синие, все остальное, абсолютно одинаково. Терраса, с видом на море, в отеле есть, в основном номера, либо с видом на Мака, либо со стороны отеля Монте-Карла-Бит. С стороны Монте-Карла-Бит, более полный вид на море, больше моря, вот, но, может быть, в вечерний период, сторона со стороны Монако города, более осуществленной обмене, и, может быть, с инструментами больше нравится. Стояты по-разному спускают, но номера абсолютно одинаковые. То есть, мы с вами находимся в номере категории Team Best, из-за значения М для расширения семей. Почему? Потому что номера первой категории мы, собственно, на кромате дополнительно не знаем, поэтому, если у нас есть двое взрослых ребенок, двое взрослых, двое взрослых детей, то мы предлагаем вот такого плана номера, но у нас тут чуть больше, где у нас две кровати. Здесь у нас фотография не актуальна. У нас сейчас стоит одна кровать Кун и одна кровать Кин-Сай. Одна кровать для взрослых, она чуть больше. Это форма столь. Я вижу, что есть вопрос о компанском на завтраке у нас. По определению, у нас в отелях, в завтраке, скажу сразу, в отеле Бепаре у нас завтрак континентальный стол. В этом ресторане ОМЭР, в ОМИНИ, в отеле Эрмитад, у нас завтрак звучит. И ни в отеле Эрмитад, ни в отеле Бепаре, собственно, завтрак не сходит, в компанском входит в своем из завтраке, как будет Анатарь заполнен. Это же касается и отеля Монтикарла Бе, и отеля Монтикарла Бе. Размер депозита при заселении вопрос, что он исцепляется, исходя из того, что было оплачено, и исходя из меню-бара, то есть во всех остальных наших отелей. Есть такой нюанс, собственно, из-за того, что мы себя позиционируем как резорт, и каждый клиент при заселении в наши отели получает ключик от номера своего. Эта же карточка ключик является ключом для нашей площадки. Клиент с этим ключом может посещать наши рестораны, бары, казино, и его страты в этих местах будут начисляться непосредственно на его номерной счет, если он того хочет. В связи с этим, собственно, в наших отелях, если клиент не хочет проводить какую-то авторизацию своей карты более значимую, связанную как раз таки его посещаем в других наших площадок, то просто будет прописываться в нашей системе о том, что клиент не гарантирован либо не какой-то лимит, и тогда его будут просить оплативать отдельно, если он пойдет в жильнице с продукцией, либо бар, либо колье, ресторан и так далее. Дальше, значит, отель Монте-Карла-Бейн другие фотографии, фотографии из тюсов, мы находимся с вами в тюсер-дуплех с видом на море, и раз двухэтажей у нас, гостина на первом этаже и спальная комната на втором этаже. Одноэтажный такой, слава, серповар отеля Монте-Карла-Бейн, и, собственно, ресторан Блюбейн состоит из Де Мишлен, Мартель Раван, он француз Мартиника и предлагает клиенту обтюжен с единым на морской и своей витаминской кухней. Ресторан очень смешный, очень популярное место на воскресной бранче в Монако, открытая кухня и креативная, интересная с предложением документов отлично, наверное, предпочитанов нашего региона. Красивая терраса с видом на море, с видом на территорию Сануде-Свилиска. Ресторан Оранзе находится на первом даже лобе ресторан-бар террасой, красивое видео, Blue Gym Bar, главный бар отеля, открытая терраса с видом на море, есть свое казино, приготкин и свой спа-центр, 5 миров, о котором я говорил. Мы сейчас находимся в закрытом бассейне, здесь у нас пресная вода, мозаика, из этого бассейна можно выплывать наружу, здесь вода греется круглый год. И здесь перед нами находится та же лагуна, тот же бассейн, песком над ним, вода пресная, пляжная территория. Этот бассейн у нас работает только в летний период, потому что он греется от солнца, он не нагревается. Купается здесь только майя месяц. Территория таких вот кабанов, которые мы использовали видом на море в отеле Монте-Карло-Бейс, для этой территории необходимо отдельно заказывать десерти. Так что мы с вами перемещаемся в последний отель, тоже историческое здание, отель Монте-Карло-Бич, всего 40 номеров цветов, отель находится у нас на побережье и видом на море. Вижу вопрос, бассейн нет моской водой, в отеле Монте-Карло-Бейс, у нас везде пресная вода, клиенты по лестнице могут ходить в море. Значит, отель Монте-Карло-Би, отель был основан в 20-х годах прошлого века, и является эмблемой отдыха элиты той эпохи у моря. Отель маленький, бутиковый, старинское здание, оно за свои 100 лет существования внешне практически не изменилось, у нас море прямо под окнами отеля, и отель у нас теперь в области являет частью цепочки реле и кассу отеля. Была большая реконструкция гостиницы, она проводилась в 2011-2012 годах, когда мы полностью пересолили, пересоливали отель, и новый стиль отеля, как раз таки минимализм стоит после 30-х годов. Мы находимся в маленьком лобе, отель бутиковый, маленькие площади, здесь находились в больших пространствах, номера у нас как минимум 25 квадратных метров, мы видим тоже здесь полоски макайти-маркетов, будет лайнера, может быть отель сам по себе пляжный, работает только в сезон, как я говорил, с марта по октябрь, отель очень интересен в весенний, как бы осенний период, там, как, находимся в море, такая зеленая красивая территория, ситое, вот, у нас в то же время отель расположается в двух километрах от центра Монте-Карло, в красоте новое предложение совершенно рад, что в летний период и весенний сезон у нас время в 30-х и разом в всех номерах, как я говорю, в Весноморе есть такие терраски, балконы, на первых этажах, в номерах первой категории есть такие терраски, балконы, выхода на улицу, минутно проходить возле отеля, в гостинице у нас в отеле в всех номерах тоже есть рисунки в стиле в стиле коксо, макит на стенах в женские силуэты. Это достаточно современный стиль. Один из стилков у нас необычно, уникально находится в том, другое сеть здания на втором этаже. Он единственный такой. Вот. самый лучший тюд отеля категории даймонта, о которой я говорил, собственно, во всех отелях у нас есть, вы собираете в этой категории. Этот тюд единственный у нас в таком более классическом варианте оформления террасы, он двуспаленный и имеет большую террасу на крыше отеля в женский. Это тюд даймонта. Клиенты этого цвета имеют свои аминьки бесплатный транспортный аэропорт, автомобиль внутри ризорта, Ситинг-Сити, и Суэлком. Также клиенты этого цвета у нас имеют гарантированное центральное месторасположение на пляже Монте-Карло-Би. Если больше расскажите о пляже, то немаловажно. шеф-повар Паула Тарри ресторан со звездой мишлен, ресторан Эльза со звездой мишлен считается единственным в мире 100% органическая кухня, то есть биологическая кухня, и без мишлен. Это популярный небольшой ресторан с террасой, что находится при отеле. Кроме этого, при отеле есть другие площадки, другие рестораны, очень популярный большой ресторан вдоль бассейна, ресторан ДЭК, очень популярный местор Медведев, большие возможности посадок вверх, очень атмосферное место и красивый вид. Всем при пляжной территории у нас нах Китее, где работает лучшая китра йолова, и ресторан Ля Бизи на мытке отеля с красивым видом, располагается романтический ресторан Ля Бизи и предлагает субь земноморгскую кухню, полностью был у нас в этом году перед сирензовом заново оформлен, по-современному предлагает вместо пастерны есть музыка с полиэтом биджей, живая музыка на обеды, мы забираем также 100 ресторан клиентов пиар, то есть нацеле Ля Бизи находится субь и выбирает от этих элементов пиар либо среди пластами. Значит, мы с вами находимся на прилегающей территории к отелю Монте-Карло-Бич, который называется Монте-Карло-Бич-Клаб. То есть это отель маленький, но территория Бич-Клаба большая. Монте-Карло-Бич-Клаб был основан еще до основания самых гостей, до того, как был построен отель, что такое Монте-Карло-Бич-Клаб? Это, во-первых, пляжная большая территория, где у нас порядка 200 центов палатов и большой бассейн олимпийского размера, то есть красивый бассейн с морской подогреваемой водой. То есть бассейн с морской подогреваемой водой работает для клиентов отеля, как только отель открывается, то есть масса места клиенты могут купаться в этом бассейне. Морской подогреваемой водой, когда у нас море вода не нагрелась в осенний период то же самое. Очень популярное место в Монако. Также, собственно, сама территория пляжная большая. Скажу, что Монте-Карло-Бич-Клаб это самый физивный клуб в Монако в Летний период, ввиде того, что пляжных территорий на территории пляжных мало. самый большой, самый статусный, самый конспективный в Монако. Значит, вход для клиентов с улицы в этот клуб стоит порядка 150 евро в день. В эту стоимость входит лежат полотенцы зонти. Пропускает способность клуба большая, потому что там порядка 200 тентов плюс 100 лежаков. Это самое в процентном соотношении большое количество центов, которые посещают этот клуб, это жители Монако, достаточно богатые люди, которые бронируют вести себе и эссистенты, и лежаки на весь сезон практически. И какое-то процентное соотношение лежаков и центов мы храним для клиентов нашей компании, наших отелей. Значит, клиенты отеля Монте-Карла-Бит, отеля Депари, отеля Армита, они бесплатно пользуются входом в эту пляжную территорию Монте-Карла-Бит-Сплаты. Они показывают свой ключ кафонер, этот же, о котором я говорил, и гарантированно Монте-Карла-Бит-Сплат Лежак-Палатенце-Зонки. Либо у бассейна, либо в пляжной территории. Значит, клиенты с улицы платят за доступ на этот пляж. Для клиентов, которые хотят отдельно бронировать сент-палатки Кабанов, который вмещает 4 человека, его необходимо бронировать заранее, в любом случае. И желательно, если клиент хочет центральная месторасположение на пляже, мы должны знать об этом до середины апреля. И выделяем центральный центральный центр, и у нас какие-то интересные вопросы, там, надо сказать, что спрос на пляжную территорию, на колесе нечего. Скажу сразу про пляж, берег в Монако нет в природе песка, то есть та территория, которая у нас есть, это такая искусственная уровня бетонная, которые были построены у нас на пляже, которые защищаются берегом природы, и уровня, на которой находится у нас и насыпан песок, и стоят тенты, и они у нас спускаются постепенно к морю, в море, вот, и тогда мы с последнего уровня сходим моря по небольшой, маленькой местности, то мы уже посчитывали кул в морской воде, мы делаем пять когов, и мы уже под водой пойдем, заход, и он касается на море. Есть отдельно бассейн, есть детский бассейн, есть детский пейн, есть детские комнаты, и так далее, вот, все, что там отдых клиентов был самым успешным, самым интересом на этом территории, вот, необходимо понимать, что такое раскапит про такой теплой берега в природе моря и моря и моря. Спар-центр отеля Монте-Кар-Лабид спар-центр Марка-ля-Приеви, здесь всего три процедурных кабинетов, небольшие, вот, ну, и, собственно, информация о ключе, о котором я говорил, вот, немножко все обобщить, ключ, который выдается клиентом, он называется GIF-PAT, этот ключ, вот, открывает дверь, номер, он дает право на бесплатное перемещение внутри нашего резонта, то есть от отелей к пляжу, от пляжей, от отеля Монте-Кар-Лабид находится одинок на наших шаттлах, на 22 места, которые находятся и циркулируют в нашего резонта по расписанию, где вы пользуетесь бесплатно этими трансперами, клиенты имеют бесплатно доступ в теннис и код Монте-Карло и имеют 50% на игру на эти теннис и код также в нашей комплекте Гольф-Поле на Монако на горе есть Гольф-Поле 18 лунок клиенты пользуются Гольф-Полдом также это закрытый клуб, туда с улицы нельзя пойти играть, на клиенты которые проживают у нас во время проживания могут иметь доступ к этому Гольф-Полду значит он называется Монте-Карло Каунти-Куа 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 Клиенты отеля Депари отеля Эрмитад и Монте-Карло Дис они имеют бесплатный доступ по центру Москвы термы Монте-Карло о котором я говорил который находится рядом с отелем Депари Эрмитад на площади Кагенок буквально клиент отеля Монте-Карло Дис Я из своего отеля в апреле месяце видеть что погода на улице не очень хорошая скажем так вот может быть дожди а он хотел покупаться в бассейне с морской водой в открытом бассейне он садится на штат он едет на площади но две минуты он идет в спа-центр и собственно плавает в бассейне тоже с морской водой но в закрытом бассейне этого спа-центра клиент отеля Депари Терми Тармитад и Монте-Карло Дис имеют бесплатный доступ на пляжную территорию отеля Монте-Карло Дис то есть как я говорил они не гарантированы за полотенцем бассейне клиенты отеля Монте-Карло Бэйл это большой дешевле современный а доступ на пляж Монте-Карло Дис они не имеют они пользуются услугами и своими подоемами бассейнами при своем отеле и собственно то что я говорил все затраты клиентов внутри нашего ризорта они не соответственно могут находиться на карту на Левникан карту Карт Наши тайничные корты Гольф Поле с этим красителем на Сняжество на море Казино Монте-Карло Кафе Де Пари это один из наших исторических ресторанов по типу ресторанов с видом на площадке Казино Один из наших атмосферных ресторанов баров ресторан Будабар находится в здании Казино Монте-Карло очень детская центральная Монако Работает хорошо круглый год Еще один из наших ресторанов в порту Монте-Карло В прошлом году мы открыли Койя Монте-Карло ресторан перуанской кухни латиноамериканской кухни атмосферное место с красивым видом работает только в летний период находится над нашим клубом Димис Койя Монте-Карло был бестселлером в Монако в прошлом году поэтому если ваши дети собираются в Монако то я советую вам сразу бронировать этот ресторан очень хорошая кухня и его мне понравится Димис полностью обновленный ночной клуб реновированный мы вагонами реконструкцию этого клуба один из самых популярных клубов в новом году на Паденеде и в своей истории действительно наслаждение концертный зал спортсмен который располагается непосредственно у нас рядом с отелем Монте-Карло Бэй большая площадка размещает максимум 900 человек сцена и этого концертного зала хорошую погоду как вы можете видеть здесь открывается полностью крыша и большие окна уходят в пол и на море на сняв открываются в этом зале проходит бал Красного Креста бал другие балы мероприятия в Монако большие конгрессы иногда проходят здесь это площадка принадлежит нашей компанией и здесь отдельно департамент организовывает такое событие как самый форсен фестивал летний концертный фестиваль под мерзами который фестиваль они выступают здесь 2-3 дня есть программа концертов значит программа концертов публикуется обычно где-то в середине апреля и мы знаем что это будет выступать в середине или апреля месяцев и здесь в этом зале и также мы используем центральную подстатку это опера в данном казино Монте Карло где на сцене сцепается более камерная атмосфера мировой величины билеты на эти события продаются через разные каналы в интернете вы найдете либо наши офисы продаж 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 билеты на эти билеты для того чтобы зал не поменял 500 человек достаточно большой вот на некоторые особые даты и на такие концерты как Мадонна и так далее необходимо привлекать эти гарантии опера которая находится в здании казино Монте Карло очень красивое место богатой историей здесь выступали колякин в свое время и здесь и здесь и балеты дядиевы и так далее здесь проходит и джаз фестиваль в ноябре и декабрь и декабрь и декабрь и декабрь в Монако интересное событие многие люди и мероприятия проходят в север один из наших объектов также наш компаний это вилла которая называется Ля-Ви она находится над отелем Монте-Карло Адиси в возбужденности с красивым видом на Паверезе трехэтажная вилла 6 спален в этой вилле 100-летняя история значит мы сдаем эту виллу в понедельно то есть у нас есть объект недвижимости которую мы сдаем на долгосрочной основе год-два или больше вот другая история вот эта вилла больше относится к номерному нашему фонду потому что мы ее можем сдавать в понедельно даже иногда в частных периодах 4 дня 5 дней значит вот единственный нюанс она у нас на этот год уже арендована клиентом на вилле августе в салоне мая апрель все остальные месяцы вдруг интересно пожалуйста обращайтесь клиенты этой виллы с внутривязанным контент сервис клиенты пользуются также услугами Монте-Карло Бекслава потому что Монте-Карло Бекслава есть закузи бассейна на территории пляжа на территории пляжа Внимание я читаю ваши вопросы какие сервисы можно бронировать столики ресторанов а вы можете обращаться в компанию Алякад которая хорошо владеет информацией у нас есть отдельный департамент компаний который бронирует все и в столике ресторанах и билеты на конфеты продает один единственный центр бронирования спасибо за внимание я вам поставлю сейчас если получится небольшой видеоролик отеля De Paris заключение вот я надеюсь он хорошо проиграется на ваших экранах и говорю заранее что обращайтесь может быть что-то было не ясно может быть возникнут какие-то дополнительные вопросы спасибо большое Алякад Travel за организацию такого события мероприятия и будем рады нашему сотрудничеству пожалуйста я включаю ролик то что вы можете поделиться вы что видите м что вы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok